На самом деле реально, сука, конфликт Я не шучу Реально Реально, бля Мы тут на тебя обиделись, кстати, поэтому сегодня Сука, это я обиделся на вас, блядь Потому что у меня, знаете, с кем конфликт? С вами А точнее с теми, кто В Твиттере сидит Точнее, некоторые, кто сидит в Твиттере Не все, кто сидят в Твиттере, конечно Плохие, ужасные люди Но некоторые есть и плохие Вот, наехали на меня вчера, там, пиздец Я не знаю, те, кто на приватку подписан Тут в курсе вообще, что произошло А я вообще в шоке, если честно, блин А мне только дай повод Конфликт какой-то, я так с радостью Вы зря это все сделали Я сейчас как учиню здесь скандал, блядь Вообще пиздец А знаете почему? Не, я серьезно, я такой, значит, вчера Стрим заканчиваю, иногда, так знаете, после стрима Мне интересно, так знаете Зайти в Твиттер, почитать, что люди писали Там, может быть, там, я не знаю Ну, что-то интересное написали Там, что во время стрима у меня произошло Может быть, им что-то понравилось Или еще что-то В этот раз Я такой, охуеть, захожу, значит И что я вижу Пишут Хесус, иди нахуй Я такой, в смысле, а что произошло? Непонятно Иду дальше, блядь Пишет следующий человек В Твиттере Хесус Таблетки попей Мы понимаем шутки, рофлы, когда они уместны Но когда ты открываешь рот Ну не просто на медийного человека А еще и на друга Плюс то, что ты на него говоришь Ты еще охватываешь людей, которые чувствуют то же самое Я такой, ебать Сижу, думаю, а что я сказал-то и на кого? Потом такой, понимаешь, что, блядь, речь, походу, про Жужо идет То есть я даже сначала не понял, про кого речь А оказывается, речь про Жужо И то, что я зашел к нему на стрим вчера Ну, точнее, на запись стрима И просто посмотрел, что он там делал То есть Вспоминая, что я вчера делал Я ничего плохого не говорил Никак его не оскорблял Плохими словами его не называл То есть я просто такой Зашел на его стрим И пытался понять, что с ним происходит Почему он грустит Вспоминая, из-за чего он грустил в прошлый раз И пытается понять, почему он грустит сейчас Как бы пытаясь анализировать ситуацию Обсуждая это с чатом Эти малолетние хуйни Как начали там что-то какую-то хуйню высирать Я вообще в охуе был, серьезно Оскорблять меня, нахуй посылать При этом Предъявляя мне, что якобы я Обидел чем-то Жужо Хотя я вообще ничего плохого не сказал При этом себе они позволяют Вот такие вот слова в мою сторону Вы че, охуели что ли, сука? Я реально сгорел У меня так вчера сгорело Бля, я в приватке там Не знаю, четыре кружочка записал Бля, просто сука Реальн Вот Еще там какие-то маленькие девки, бля, писали С аватарками Жужо, естественно Как там погода в Юсей Хуйня, холодно, блядь Вот Я такой думаю, блядь У одной аватарка Жужо, блядь У второй тоже У третьей тоже, блядь У четвертой тоже самое И все как один хуйню высирают в твиттере у себя Да это не вибратор Вот Сразу хочу сказать, что Я не считаю людей, которые сидят в твиттере Какими-то плохими Там определенно есть и нормально, адекватные Люди, которые сидят в твиттере И что-то там пишут Вот Но есть вот такие моменты, блядь Непонятные вообще абсолютно Я так и не понял, за что они мне предъявляют Некоторые тут пишут, что якобы я там что-то обесценил Что, блядь, каким образом, нахуй Вот именно, что нет Ну пиздец вообще, ребят Все, я все сказал Я высказался, все Вот и все Он рил в Америке Да ты заебал Так Мне так хуйня Так понятно, у нас тут и паста пошла Голи психа клип Так Мы тут на тебя обиделись Так, понятно Понятно, еще что Не нужно было ему звонить А я ему и не звонил Я ему написал потом после стрима Вот Груто И все Так а что вы сейчас паста начали в чат писать? Вы мне объясните, что в итоге-то я сделал, блядь Что на меня баканули Твиттерские маленькие девочки, блядь Ебаные нахуй Нет А в смысле нет Твиттер? Твиттер? Скажем так Не очень умные люди Не, не, ну кто там Мои подписчики там умные люди Моя аудитория там сидит Это умные люди А вот почему-то Те, кто, соответственно, фанатеет По Жужой и Диппинсу Именно в Твиттере Именно в Твиттере Они какие-то вообще абсолютно неадекватные, блядь Вообще Мне это чем-то, знаете, напомнило Частично аудиторию Купленова Когда ты просто говоришь Произносишь вслух фамилию Купленов Они сразу на дыбы становятся Такие, ты чё сказал, блядь То есть ты даже ещё не начал ничего говорить Просто Купленов и всё Для них ты уже Ты чё, блядь, типа с агрессией это произнёс сейчас? Ты произнёс фамилию Купленов без уважения? То есть они сразу почему-то в этом начинают видеть Что-то плохое и негативное Или думают, что ты сейчас что-то плохое про него скажешь Хотя, нахуя мне это надо Вот, здесь то же самое То есть ты даже ничего плохого не говорил про Жужо Или там про Диппинца А они всё равно почему-то воспринимают это с каким-то негативом И начинают тебе предъявлять Я не понимаю Я, конечно, понимаю, что они фанатеют Но это какой-то уже неадекватный фанатизм Ты чё про Купленова сказал? Это, это, это нездоровый фанатизм Так нельзя, так вообще нельзя Ну, реально Обесценивание каких-то проблем Я вчера об этом тоже думал Такой думал, окей Но Хорошо Обесценивание проблем А что если у Жужо реально нет проблем? Просто он себя накрутил Ну, накрутил по хуйне, как бы И загнался Такое же бывает с людьми, правда? Бывает, да Иногда люди себя реально накручивают Ну, из-за какой-то хуйни И это реально, ну, типа, не проблема А он себя накрутил просто Вот и всё А они считают это реально какой-то проблемой И наоборот, возможно, ему это ещё сильнее накручивают Своим необесцениванием, блядь Ну, чё, вы об этом нахуй не думали вообще? Дебилки, блядь Ёбаные нахуй Пиздец, я вообще, я в шоке с этих людей Сейчас каждую мелочь они будут себя накручивать А если кто-то им будет говорить, что это мелочь Они будут Ты обесцениваешь, блядь Всякое бывает Бывают реальные проблемы А бывает такое, что человек, ну, реально загнался по хуйне И надо до него донести, что чел, ну, типа, всё же нормально Ты чё, блядь По плечу ему похлопать, там, не знаю В щёчку поцеловать ходят, сосать, и всё нормально Я сейчас не прожужу, я в целом говорю, что такое бывает Я в целом говорю, что такое бывает А сейчас какая-то хуйня пошла Вот знаете, тренды вот эти вот про обесценивание Раньше об этом вообще никто ничего не говорил Опять малолетки узнали новое слово Обесценивание И теперь везде им всюду, блядь, бросаются у себя там, где они сидят Пиздец, блядь Так ты спросил? Да спросил я, естественно Ну Так, блядь, это чё такое, ну Я всё сказал Вот, кстати говоря, по поводу обесценивания Когда у меня были проблемы, переживания На личном Эти девочки обесценивали мои проблемы Утверждая, что мне же 30 лет, хуй ты ноешь Это не обесценивание Вот это, я считаю, вот это реально обесценивание Просто потому, что, ебать, у тебя там, нахуй, тебе уже 29 И ты, видимо, в своём возрасте должен быть каким-то кирпичом ебаным Который нихуя не чувствует Вот это называется обесценивание, блядь Вот так-то, нахуй Реально Ты же мужик Чё ты, блядь А Жужёк не мужик, походу, да? Ну ладно, блядь Может, они хотели, чтобы ты ему позвонил, а ты не сделал это Так они бы тогда написали, чё ты не позвонил Нет, они же про другое пишут, про хуйню какую-то Вот Эм, да Спасибо за донат, ребят Саня, спасибо Как на приватную телегу подписываться Вот эти ушки с Санны Я их больше никогда не надену Ну, разве что на стрим с этим, с Иваном Золо Чтоб вы понимали Вот я вчера в них сидел весь стрим И знаете что? Привет, Хесус Поздравь, пожалуйста Прыщи Вот тут, блядь Причём по периметру Прям вот так вот Здесь один и здесь один Вот так вот Вот они у меня вот тут Хесик, ты молодец Я тебя люблю Их не видно, потому что я взял тоналку, короче И вот Локально, вот в этих местах, где прыщи Вот так вот, типа, их замазал Вы что понимали? Я сажусь, камеру включаю У меня просто два красных, две красные Два красных пятна вот здесь Как рога вот так Это пиздец вообще И это вот просто после этой хуйни Алексей, разбань меня, пожалуйста, в чатике Я осознаю, что написал Полный Пизем, чтобы проверить задержку у себя на стриме Ни бане ворд Я больше так не буду Честно, честно Чего, блядь, кого опять забанили? Мммм. Сэрри, Хес, но тут я с тобой не соглашусь. Сила проблемы оценивается для каждого человека по-своему. Говорить о том, что чьи-то проблемы хуйня, потому что тебе так кажется. Нет, Гексахорт, я с тобой тоже не соглашусь, потому что я встречал в жизни, знаешь, много красивых людей, которые реально начинают, например, загоняться, что у них что-то не так. С определенной частью тела, например. А ты смотришь и видишь, что все заебись. А человек реально загнался и поверил в то, что на самом деле что-то не так. А на самом деле все так, все нормально. Типа все заебись. Или какая-нибудь худая девушка начинает говорить, а я толстая. Это что, по-твоему, нормально? Ты долбоеб тогда получается. Пиздец. А она, блядь, нихуя не толстая. И начинает загоняться и худеть еще сильнее. И в итоге это превращается, блядь, в анорексию какую-нибудь ебаную. Вот я о чем говорю. Я сейчас про это говорю. А ты мне сейчас говоришь, у каждого, блядь, свой уровень проблемы. Блядь, алло, нахуй. Тогда давайте вообще все будем это, ну самое, и все. Нормально, блядь. Вот именно что нет. Спасибо большое за переподписку. Неженатик, спасибо. Персик, спасибо. Дэнни Билл, спасибо. Ну. Все, в тильт, ребят. Ну ладно, что сразу тильт. Ты толстый хесос. А вы знаете, я тоже начал загоняться в последнее время. Я реально, по-моему, потолстел. И я загоняюсь из-за этого реально. А что вы, вы скажете, что я, что, все? А что вы сейчас, это, вы скажете, все нормально? Ты что, обесцениваешь мою проблему, блядь? А я считаю, что я, ну, потолстел, и все. И я, я стою постоянно такой, смотри, блядь, пиздец у меня. Это самое, ебать я потолстел. И я реально сейчас, типа, меньше ем. И что вы скажете на это? Что у меня реально проблема? Или же я загнался, и проблемы нет? Ебанат. Ага, обесцениваешь, сука. Ебанат у меня назвал еще, к тому же. Ебать дурак. А что вы начали так, вот все нахуй? И что, и что это за хуйня? А вы что сейчас обесцениваете, сидите? Шо, ебань. Разбанить донатеры, да. Разбанить донатеры. Ну, с тобой реально все нормально. Ну, так вот и... И с другими людьми такое же бывает, понимаете? Все. Давайте лучше посмотрим.